Мы продолжаем знакомить вас с теми, кто приехал в Грузию после начала войны. Сегодня мы поговорили с Георгием и Иваном. Георгий, когда и откуда ты приехал в Грузию? 15 марта, из Воронежа, буквально на этой неделе. На самолете прилетел? Да, через Ереван. Сначала в Москву, потом в Ереван, потом в Тбилиси и теперь я в Батуды. Понятно. Наверное, важный вопрос, почему? Что вынудило сорваться 15 марта? Скажем так, я потерял некоторую надежду в то, что смогу быть полезен у себя на родине. Вот. И потерял определенную веру в то, что люди вокруг разделяют мои взгляды. Вот. Ну или что я смогу убедить их разделять мои взгляды. Вот. Поэтому уехал. Ну, определенные экономические причины тоже есть. Потому что ситуация там сейчас все хуже и хуже с каждым днем. И ждать крайне невыгодно. Добрый день, Иван. У меня, собственно, несколько вопросов. Насколько я понимаю, вы не так давно приехали в Грузию. Расскажите, когда вы приехали, откуда и, собственно, почему? Ну, я приехал из России где-то, по-моему, числа 7 марта. Вот. Потому что принял для себя такое решение, что я больше не могу находиться в этой стране. А в связи с чем это решение, что вас побудило склониться в эту сторону? Ну, как сказать? Дело в том, что я давно находился в позиции действующей власти. И, находясь внутри страны, я сейчас не вижу больше никаких возможностей как-то противопоставлять себя этой системе. И самое лучшее, что я решил для себя сделать, это просто не быть частью этого государства. Не покупать там продукты, не платить налоги, не оказывать никаких услуг на территории Российской Федерации. То есть, это максимально, что я могу сделать, просто перестать быть пособником и соучастником тех процессов, которые происходят в Российской Федерации. Я так понимаю, что 15 марта, значит, это война. Что ты думаешь на тему того, что Россия сейчас делает в Украине, о действиях российской армии в Украине? Ну, наверное, мне бы хотелось бы, очень хотелось бы поправить вас о том, что это скорее путинский режим делает. Но я сейчас уже не настолько в этом уверен. Возможно, правильно говорить, да, что Россия, российская армия делает. Но я считаю это преступлением, возможно, худшим из всех, что делал этот режим и худшим, что делала наша армия. Ну, и это ответственность, ответственность для нас всех. Ну, если говорить о процессах, которые сейчас происходят, сейчас происходят не только процессы внутри Российской Федерации, но и вовне идет война. Россия воюет в Украине, пытается, бомбит города, пытается захватить эту страну. Или, я уж не знаю, там, Путин говорит, что все идет по плану, а какой план, не знает никто. Как вы относитесь ко всему происходящему? Смотрите, я по профессии врач, и я, конечно, к любой войне отношусь негативно. И для меня человеческая жизнь это то, что я должен охранять и улучшать. Но даже несмотря на свою профессиональную позицию, я считаю, что война, военный путь решения любого конфликта – это какое-то варварство. А что касается данной конкретной войны, то она ничем не мотивирована. И это просто психопатология одного человека, который ее развязал. Ну, как бы это абсолютное безумие. И это то, что в России сейчас находится такой правитель. Я не буду здесь употреблять оскорбительные эпитеты, потому что они как бы не отражают суть. Но это же просто беда для всего человечества. Ты говорил, что потерял веру. Вот нам многие пишут в комментариях, я так понимаю, грузины, граждане Грузии или не граждане Грузии, не знаю. Пишут примерно одну формулировку. Ребята, нечего сюда приезжать, оставайтесь в России и боритесь. Ты выбрал для себя другой путь. Почему? Насколько ты веришь в то, что эта борьба возможна или невозможна? Ну, у меня есть опыт, поэтому это скорее не вера, а нечто более существенное, нечто более конкретное, на мой взгляд. Потому что я с 17 лет, в общем, был политическим активистом, посещал там митинги, избирательные кампании. Последний год особенно активно, потому что с тех пор, как там закрыли Навального, все пришлось сделать самим на местах, кто как может. Вот. Ну, 24 февраля все изменилось. То есть, если идти там по каким-то пунктам, да, то сначала закрыли все СМИ независимые. То есть, телеканал должен закрыли. Значит, что у нас больше нет площадки, чтобы носить свое мнение, свою позицию. Потом внесли в статьи новые в уголовный кодекс и в кодекс административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность и вводят новую ответственность. Более того, к ним применяется обратная сила закона. То есть, это тоже существенное ужесточение. Митинги, мирные митинги уже давно вне закона, но сейчас они стали просто в значительной степени неэффективны еще и потому, что каждый раз, когда ты на них выходишь, ты делаешь выбор между риском и возможным результатом. Риски сейчас запредельные, а возможный результат, и я не могу ни кем об этом спрогнозировать. То есть, как мне кажется, он там равен нулю, и это только очищение своей совести. Безусловно, люди, которые выходят, это честь и совесть народа, но честью и совестью война не выиграется. Закрыли соцсети, то есть, медийная работа сильно ограничена, и остался вот YouTube и Telegram. И я и мои товарищи записали на первой неделе войны видео в YouTube, где мы назвали все вещи своими именами. Можно увидеть на канале Павла Сычева из Воронежа. Но на этом, собственно, работа, которую можно вести в России, она заканчивается. То есть, остается только медийная работа в YouTube и в Telegram. А их можно вести и из-за пределов России, и не боясь при этом, что к тебе придут, просто постучат в дверь и заберут тебя. А сейчас эти риски, ну это не просто риски, это уже опыт знакомых, друзей. И поэтому, на мой взгляд, тот, кто молчит и остается там, он приносит меньше пользы, чем тот, кто уедет и будет говорить здесь. Ну, Андрей Мовчан говорит, что в России есть две категории. Это пособники и заложники, по сути дела. Вот те люди, которые не согласны, они являются заложниками. Насколько заложник может своих тюремщиков победить, это вопрос очень открытый. Конечно, те, кто выходят, это действительно гражданское мужество. Но плевать они хотели на гражданское мужество. Даже ты выйдешь, совершишь публичное самосожжение, и окей, они плюнут на твое публичное самосожжение. К сожалению. Хорошо. Вернее, хорошего тут, конечно, мало, но реальность такова, какова она есть. Нам достаточно много пишут, и некоторые комментарии идут просто под копирку. Суть их в следующем. Оставайтесь в своей стране, боритесь. Вы сказали, что не видите путей. Вы выбрали для себя другой путь. Не оставаться, не иметь ничего общего с этой страной. Почему вы считаете, что других путей сейчас нет? Потому что эти другие пути, они и раньше использовались, и сейчас еще больше будут использоваться для легитимации режима. То есть, могут всегда показать пальцем и сказать, что мы инакомыслящих не ущемляем, что вот у них есть такая точка зрения, и они тоже сосуществуют в нашем обществе. И таким образом, те люди, которые сейчас выражают свое мнение, они таким образом все равно полезны режиму, потому что они показывают его псевдодемократичным. Какие планы, что ты, как думаешь, строить свою жизнь? Я услышал, что есть желание говорить двумя руками за, но кроме этого. Для начала, я всего неделю здесь даже меньше. Сначала как-то здесь устроиться, немножко притереться. И потом, я думаю, что важным направлением работы должно стать какое-то такое объединение диаспор. То есть, там, те, кто приехали из России, из Украины, из Белоруссии, ну, как бы с теми, с кем мы можем вести общение даже там, условно, на русском и английском. Потому что я, например, пока еще начал учить грузинский. Вот. Объединение этих людей для того, чтобы помогать друг другу, для того, чтобы помогать людям, которые сейчас бегут от войны. Потому что то, что мы уехали, это не означает, что мы перестали быть гражданами и перестали нести ответственность за то, что делает наша страна. Но ответственность — это не только посыпание головы пеплом. Это определенная работа, которую надо вести. Вот. Ну, и для начала, наверное, это будет, да, какое-то объединение медийное людей из России, из Белоруссии, из Украины, если они готовы будут работать с нами. Ну, в этом смысле готовы поддержать, чем можем, да. То есть, там, канал не сильно большой, но для Грузии 16,5 тысяч подписчиков — это определенный голос. Так что, когда будут сформулированы какие-то инициативы в этом направлении, мы с удовольствием там пообщаемся еще, да, дадим возможность их озвучить на нашу аудиторию. Очень многие, кто сейчас приезжают, смотрят наш канал, так что, мне кажется, тут перспектива есть. То есть, к сожалению, я тоже не верю, что и голоса из Грузии будут услышаны в России. Вот. Тем не менее, мы говорим, потому что не можем не говорить, да, а вот там помощь тем же украинцам, которые бегут от войны, помощь тем же россиянам, которые уезжают, потому что не видят возможности что-то сделать сейчас реально. Вот в этих вопросах, мне кажется, действительно надо работать и объединяться. И из приятного, мое ощущение, раньше россияне за границей старались держаться друг от друга подальше. Да. А сейчас россияне за границей открыты взаимодействуя, открыты к общению, ну, просто потому что сейчас это в основном единомышленники. Спасибо. Спасибо за твой рассказ. Я уверен, что это будет полезно. Вы говорите, что вы врач. Какие вообще у вас дальнейшие планы в личном плане, в профессиональном? Что собираетесь делать, как собираетесь строить жизнь, если такие планы есть? Ну, начнем с того, что врач – это профессия, а вообще-то я человек. И я могу работать не только врачом, но еще много кем еще. Поэтому я не ограничиваю развитие своей жизни только врачебной деятельностью. Пока в настоящий момент я не работаю и нет намерения у меня торопиться с трудоустройством. У меня есть деньги на первое время, а потом буду смотреть, что будет дальше. То есть, пока идет острая фаза войны, я не собираюсь работать. Спасибо большое. Ну, это вот, собственно, те вопросы, которые мы хотели обсудить. Если хотите что-то добавить от себя, что-то, о чем я вас не спросил, а вам хотелось бы об этом сказать? Не спросил, а мне хотелось бы сказать. Ну, в общем, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что пути компромисса – они лукавы. И всегда можно найти психологическое объяснение для себя даже самому невероятному злу и невероятным преступлением. Но мне кажется, что наша жизнь, она дана нам не для того, чтобы мы стремились провести ее в наиболее комфортных условиях, в ожидании своей смерти, а для того, чтобы мы делали вклад в развитие именно такого общества, которое мы считаем наиболее правильным и справедливым. И даже в ущерб тому благополучию, которое нам может быть предоставлено тоталитарным режимом. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Такой вот получился разговор. Наши традиционные просьбы – лайк, подписка, колокольчик, поделиться видео в социальных сетях. Все, что вы можете сделать для распространения – это очень полезно. Спасибо за то, что были с нами. Спасибо.